Песочный пирог И в конце мы посыпем сахарной пудрой. Итак, первое, что мы делаем, это просеиваем муку. И сразу же разрыхлитель для теста. Замечательно, просеяли. И теперь добавляем сахар. Перемешиваем. Следующее, что мы добавляем, это сметана. Мягкое сливочное масло. Я заранее вытащила из холодильника, чтобы оно размягчилось. Притом оно не должно быть растопленным. Достаточно просто мягко. Немножко масла я оставлю, потому что у меня больше в этих упаковках, чем 200 грамм. Немножко оставляю. И теперь добавляем одно яйцо. И теперь добавляем одно яйцо. И начинаем замешивать тесто. Добавляем. 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 Добавляем еще немножко муки, чтобы тесто не было таким липким. И замешиваем еще разочек. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Ого! Приготавливаем пищевую пленку. И убираем где-то одну треть нашего теста. Вот столько, я думаю, будет достаточно. Пленочку. И этот кусочек убираем в морозилку минимум на 30 минут. Приготовим нашу начинку. Я высыпала уже почти вся растаяла вишня. Я у меня без косточек. И добавляю немножко ягод черной смородины. Достаточно. Присыпаю немножко крахмалом. Так, я буду использовать вот такую формочку. Она диаметром 9 инчей либо 23 сантиметра. Немножко раскатаем наше тесто. Итак, скатали тесто в шаре. И теперь убираем в пищевую пленку. И убираем в холодильник минут на 20-30. Итак, прошло полчаса. Мы достали наше тесто из холодильника. Раскатаем немножко тесто. Скатаем немножко тесто. Стоять, отдайте. Так, теперь перекладываем. Добавляем в море с杯ом. У нас без до cinco в прег Parker. У нас произошло над своим леп carpом. И теперь выкладываем нашу начинку, ягоды с крахмалом. И теперь немножечко закрываем бортики, совсем немножко. Теперь достали тесто, которое у нас лежало в морозилке и натираем его сверху. И теперь ставим наш пирог выпекаться в разогретую духовку на 180 градусов минут на 45-50. И вот мы вынули наш пирог из духовки, он уже подостыл, мы посыпали сверху сахарной пудрой и можно подавать к чаю. И вот такой пирог у нас получился, получилось очень много начинки, очень вкусный, очень ароматный. Продолжение следует...